Я надеюсь, я закончу сегодня, сколько можно этот сериал тянуть. В прошлый раз я рассказал про то, что главное, о чем была речь, что можно рассматривать. Мы берем граф на цилиндре, то есть мы берем тор, разрезаем его на цилиндр. У нас есть источники, есть стоки, вершины, с которых начинаются ориентированные пути, на которых они заканчиваются. Опять было утверждение, что можно рассмотреть матрицу с матричными элементами ИЖ, которая равна сумме по всем путям, которые идут из какого-то И в какой-то Ж. Вес этого пути умножить на минус 1 в степени число вращения этого пути, которое, например, если нет замкнутых циклов на графе внутри, то это вообще даже не рациональная функция, а просто какой-то полином Уорана от этих весов WP. И эти объекты удовлетворяют рматричной тригонометрической скобки. Если скобку пуассона на переменных отвечающих путям определить комбинаторно, локально. Я к этому не буду уже возвращаться. Дальше я рассказывал, что все, что нам нужно, это первый пункт. Второй пункт. Все, что нам нужно, можно построить из таких блоков. На самом деле, вообще все. Блоков следующего вида. Вот такой блок. Вот такой блок. Вот такой блок я называл S-чертой. Такой блок я называл S. Ну, соответственно, здесь было I и плюс один. Тут нумерация вечно пытается. Ну, давайте... 1, 2, 3. Висит от источника. Вот. Значит, вот такие вот блоки можно между собой клеить. И, например, можно для них проверить, что они удовлетворяют рматричные скобки, а дальше свойства по произведению, из них можно что угодно собрать. Ну, еще был блок, который вот так, значит, он там все перекручивал, который назывался лямбда. Вот. Значит, и они так называются не просто так, а они так называются, потому что они соответствующими перестановками действуют на зигзагах. То есть, вот этот вот блок действует, значит, на зигзагах, которые... Зигзаги, напомню, это пути, которые в черных вершинах поворачивают направо, в белых налево, и они являются... Их веса являются казимирами скобки соответствующие. Вот. Значит, блок S, он переставляет зигзаги, которые идут справа налево, а те, которые идут слева направо, они, значит, идут, так и продолжают идти. А S-bar переставляет наоборот, те, которые идут справа налево, а слева направо не переставляют. Вот. Поэтому, в каком-то смысле, в комбинаторике этих перестановок кодируется то, как пересекаются зигзаги. Значит, например, давайте вот такой примерчик тут заготовил. Ну, давайте нарисуем один зигзаг. Это что-то просто для полной картины. Он вот так вот идёт. Стоп. Тут он направо пошёл. У него класс... Значит... Нет, что мне не нравится. Значит... Да, вообще не то лицо. Значит, в чёрных направо, в чёрных налево. Зигзаги, которые идут направо, они здесь все прямо идут. То есть, напомню, что была теорема, что классы в гомологиях зигзагов соответствуют сторонам многоугольников Ньютона. Значит, ну и, например, можно вот на такой зигзаг посмотреть. Замкнулся. Вот. У него класс в гомологиях, значит, минус один по горизонтали и плюс два по вертикали. То есть, это зигзаг соответствует вот этой стороне многоугольника. Ну, можно там доказать теорему, что, значит, слова в двойной группе Вейля, значит, ну, которые соответствуют этим буквам, они параметризуются многоугольниками Ньютона с некоторым дополнительным декорированием. То есть, это в каком-то смысле утверждение про то, что зигзаги классифицируют, значит, ну, про то, что можно классифицировать кластерно-интегрируемые системы при помощи таких сетей, как вавиленто просто комбинаторному утверждению про двойную группу Вейля. Значит, и важный, значит, собственно, последний пункт важный был такой, что, ну, если это действительно слова в двойной группе Вейля, то там должны быть соотношения, ну, типа таких, значит, как минимум, что две половинки двойной группы Вейля коммутируют. Значит, и это утверждение про то, что вот такой блок, вот такой блок должен быть эквивалентен вот такому блоку. То есть, должна быть такая замена на переменных, которая является полусоновым отображением, которая, значит, сохраняет матричные элементы трансфер-матрицы путей на таком блоке. Вот, и действительно такое отображение есть, оно называется мутация. Вот, и, значит, ну, я вам могу в каком-то смысле общее определение дать, что, ну, или давайте я сейчас опять же… Не, ну ладно, наверное, это уже надо дать. Значит, напомню, что основное, за чем мы должны следить, это веса граней, и они, значит… Да, правильно, веса граней, и их рисуют при помощи колчана. То есть, значит, вот, например, тому преобразованию, которое здесь написано, соответствует такое преобразование, что у нас был колчан вот такой, только вот надо пунктир. И в колчане кодируется скобка пассона соответствующих граневых переменных. Вот, а справа… Ну, и вообще общее правило для мутации такое, что если мы делаем мутацию в вершине для мутации колчана, то мы должны обратить все стрелки, которые идут в эту вершину, а после этого замкнуть все возможные пути, которые имеют в качестве, значит, первую вершину какую-то из этих четырех, второй вершиной является вот эта вершина центральная, а третья вершиной является какая-то другая. То есть, все возможные пути, которые идут через эту вершину, грубо говоря, дорисовать. Вот мы, если обратим, то у нас, например, обратится вот эта стрелка, вот эта стрелка, и за счет этого образуется путь, который обратит половинную стрелку пунктирную, и, значит, фактически ее обратит. При этом можно еще проследить, что происходит. Ну, это то, что касается скобки Poisson. Значит, есть некоторое преобразование на переменных. Давайте я подпишу вершины. Это будут x0, x1, x2, x3, x4. И, значит, при мутации в вершине x0, ну, давайте я просто му-0 напишу, что надо чуть-чуть. Значит, там x0 обратится, x1, значит, ну, а для остальных давайте я напишу общую формулу, ну, которую все равно надо написать. Значит, остальные переменные переходят в себя умножить на 1 плюс, значит, x0 в степени епсилон и 0, где епсилон и 0 – это, ну, ориентированная матрица смежности для колчана. То есть, например, епсилон там 4,0 равняется единичка, а епсилон штрих 4,0 равняется единичка после мутации. Вот. А, соответственно, если наши грани не соседствуют между собой, то есть на колчине у них нет общих ребер, значит, на колчине у них не может ниоткуда стрелка появиться. Тогда все эти епсилоны там нулевые, поэтому при мутации такие переменные не меняются. То есть меняются только эти переменные, переменные, соответствующие граням, которые прилегают к мутируемым. Вот. И, значит, третье, что надо проследить в том, что касается мутации, это что с зигзагами происходит. С зигзагами происходит следующая вещь. Вот у вас есть черная вершина. В ней зигзаг идет направо-налево, направо. Что с ним случается после? Он как бы перекидывается, он начинает идти вот так. То есть он начинает и заканчивается там же, где он начинался и заканчивался. Но он как бы перекидывается через этот четырехугольник. Вот. Поэтому здесь я нарисовал граф, который соответствует цепочке ТОД и релятивистской на двух вершинах. Просто я его сдублировал, чтобы зигзаги было удобно мне рисовать. Значит, давайте... И в нем есть последовательность мутации, которая переводит граф в себя. Я долго обсуждал в прошлый раз, что если мы сделаем мутацию в первой вершине, в начале мю-2, мю-1, а здесь колчан в свою очередь такой, чтобы нарисовать. У него стрелки двойные. То есть, опять же, прошу, чтобы никого с толку не сбивало, что я рисую на плоскости. Я это делаю просто для удобства рисования зигзагов. Реально, это граф, на котором всего четыре грани и которые, значит, нарисованы на цилиндре. Вот. Соответственно, есть один, два, три, четыре стрелки. Вот так. Вокруг черных вершин надо их рисовать, поэтому они идут вот... Ой, нет, как раз правильно. Вот так. После мутации мю-1, мю-2 этот колчан переходит в себя, но в развернутом виде. То есть, у него все стрелки развернутся. Опять же, мы в прошлый раз это обсуждали. Вот. Теперь, чтобы окончательно его перевести в себя, его надо еще скомбинировать с перестановкой 1, 2, 3, 4, которая, с точки зрения этой картинки, соответствует сдвигу. То есть, здесь я нарисовал просто промутированную картинку. На самом деле, еще надо после этого сдвинуть на пол... Ой. Сдвинуть еще на пол периода. Почему? На пол периода. Тогда картинка в себя полностью перейдет. И это будет то, что называется дискретный поток. То есть, некоторая последовательность мутации движений цилиндра, ну, по крайней мере, иногда не только движения, а вообще все перестановки разрешают, но тогда, в каком-то смысле, планарная структура цилиндрическая теряется. Так вот... Сейчас, я прошу прощения. Да. Я очень извиняюсь. А не мю-1, мю-3 там же? Они, ну... Ой, извини. Да, конечно. Это, конечно, мю-1, мю-3. Это я совсем другое написал. Конечно, да. Противоположное. Это я. Да, спасибо большое. Вот. Наверное, надо исправить еще здесь. Спасибо. Вот. Последовательность преобразований, которые приводят в удольный граф себя. Ну, в узком смысле можно называть это дискретным потоком. Иногда разрешают преобразование, которое переставляет вообще все вершины колчана. Тогда структура графа теряется. Так вот, что происходит с зигзагами в таком преобразовании? Происходит следующее. Давайте вот, например, здесь нарисуем какой-нибудь такой зигзаг. Вот. Для того, как мы будем мутировать в 1, 3, 1, 3, 1 и так далее, он перейдет вот сюда. Вот сюда. То есть он сдвинется, ну, сдвинется вниз. То есть, видите, он здесь пересекал как бы вот это ребро, а теперь он пересекает… Я его не очень хорошо нарисовал. Он начинает пересекать вот это ребро. То есть при такой дискретной эволюции зигзаги они как бы начинают плыть по плоскости. И, значит, это соответствует тому, что если мы теперь напишем… Значит, ну, в этой системе есть как бы Казимир, который выражается через граневые переменные. На самом деле, ну, как бы Казимиров чуть больше, чем те, которые можно выразить через граневые, потому что через граневые можно выразить только то, что в гомологии Ахтора имеют нулевой класс, а зигзаги, вообще говоря, имеют не нулевой класс. Но Казимир, который можно выразить через граневые переменные, Это, например, x1, x3, а последовательность мутации и перестановка отображает x1, x2, x3, x4 в x2, 1 плюс x3 в квадрате 1 плюс x1 минус 1. На втором месте здесь будет 1 на x1, на третьем месте будет x4, 1 плюс x1, 1 плюс x3 минус 1 в квадрате 1 на x3. И при этом преобразовании Казимир… Теперь происходит следующее. Давайте я напишу, что Казимир при этом преобразовании переходит в себя умножить на x1, x2, x3, x4. И если мы теперь все еще считаем, что у нас есть какая-то димерная модель на Торе, то у нас с необходимостью вот эта вот штука, которую называют Q, она равна единице. Потому что, как я опять же уже несколько раз говорил, когда вы берете произведение весов всех граней модели на Торе, то с необходимостью у вас каждое ребро проходится два раза в разные стороны, поэтому веса сокращаются, поэтому этот Казимир равен единице. Но здесь происходит такой трюк, который называется деавстономизацией. Мы как бы берем калчан и кластерные переменные с модели на Торе, в основном калчан, в общем-то, мы берем, а после этого мы забываем про то, что он пришел к нам с какой-то модели на Торе и мутируем его просто как какую-то x-кластерную алгебру мутируем. Ну, и кластерные карты отображаем такими операциональными отображениями, уже не накладывая ограничения, что Q равно единице. В результате деавстономизации у нас гамильтонианы, как бы, гамильтонианы, старая система, они уже таким потоком не сохраняются, и у нас в системе пропадает такая непрерывная динамика. Но зато остается такая интересная динамика при помощи мутации теперь уже деавстономизованного калчана. Вот, и я потом в конце сам обернусь еще к этому моменту. То есть теперь я как бы про это думаю, как про абстрактную систему, абстрактный калчан с абстрактными переменами. Значит, и Казимир под действием неавстономного потока, это всегда будет так, я там дальше сейчас рассмотрю еще один пример, Казимир, он начинает нетривиально преобразовываться. Хотя при непрерывных потоках, рожденными гамильтонианами с флосоновой структурой, Казимир сохраняется. Под действием неавстономных потоков Казимир начинает на каждом шаге, там, на Q или на какую-то дробную степень Q меняться. В зависимости от того, как мы выберем Казимир. Ну, а эти уравнения можно переписать в виде, ну, например, на x1 можно их переписать. Получится, значит, ну, давайте я сразу буду писать вот так, x1 на Qz на x1 на Q-1z. То есть я рассматриваю теперь, что у меня вся динамика происходит в зависимости от z, как от времени. Вот, это там куб 0v, опять же, так все повторяют, ничего нового нет. А7, один штрих. Вот, если теперь от этого уравнения опять перейти аккуратно в предел Q, стремиться к единице, то у вас получится опять релятивистская цепочка Тодденская, так как я понимаю. То есть в непрерывном пределе можно от этого дискретного потока перейти к непрерывному. Но в пределе Q к единице. Но я как бы это плохо понимаю, поэтому, ну, это вроде так, но вот сейчас прям отвечать за это я не могу 100%, к сожалению. Вот. Значит, теперь важное замечание заключается в следующем, которое я сейчас обобщу, и которое, в общем-то, до конца сегодня будет играть. Такое замечательное замечание, и оно как бы в литературе очень слабо обыгрывается, слабо известно. На мой взгляд, оно очень хорошо проливает свет на то, что происходит со всеми этими потоками. Значит, обратите внимание на то, что произошло при нашем преобразовании. У нас, значит, зигзаг, значит, вот этот, он перескочил влево, а зигзаг, который был вот такой, вот, он перескочил наоборот, ну, они, грубо говоря, поменялись местами. То есть он вот здесь оказался. Значит, если мы назовем красный зигзаг альфа, а синий зигзаг бета, то Z в автономном случае пока еще мы можем думать про это как про модель на Торе. Просто вот с весами путей каких-то на Торе. Z, Казимир, выражается через произведение этих зигзагов. Это просто альфа умножить на бета. Ну, потому что, что такое альфа умножить на бета? Это мы вот так проходим. Значит, если мы на Торе, то здесь мы уже замкнулись. А это зигзаг, это мы вот так проходим. Ой. Ну и веса, соответственно, мы просто обошли грань 1 и грань 3. Это буквально на уровне весов ребер на Торе. Это просто вот торжество прям совсем. Вот. А теперь, ну, когда мы диавстономизуем, в принципе, зигзагами уже буквально пользоваться нельзя. Зигзаговыми переменами. Потому что у нас уже, ну, в каком-то смысле мы уже не можем говорить про колчан, который появился из димерной модели. Мы теперь просто про абстрактный колчан говорим. Тем не менее, такая эвристика остается, что у нас, мы запускаем через плоскость, причем это сейчас как бы эвристика совершенно, мы запускаем через плоскость магнитное поле. Из-за этого у нас монодромия по замкнутому циклу, которая раньше была как бы единицей, она перестает быть единицей. То есть у нас, ну, это вот как всегда, что, значит, у нас есть какой-то там интеграл от вектор потенциала по какому-то замкнутому контуру. Если мы сидим на Торе, и через этот Тор нет потока магнитного поля, то, грубо говоря, по границе Тора, чтобы это не значило, интеграл от вектор потенциала должен равняться нулю. Но если мы через Тор запускаем магнитное поле, то у нас расслоение тривиальным уже быть не может, мы не можем в тривиальном расслоении запустить магнитное поле сквозь Тор. И у нас появляется какая-то монодромия, какой-то поток магнитного поля. Вот. И вектор потенциала, ну, вот зигзаг, который такая гильсоновская линия в каком-то смысле, мы его как бы протаскиваем по плоскости, наши мутации протаскивают его по плоскости. Красный зигзаг вниз, а синий зигзаг вверх. И в результате этого протаскивания эти зигзаги как бы набирают на себя поток магнитного поля. То есть если у вас есть, ну, вы двигаете гильсоновскую линию, у вас ее значение меняется на то, насколько вы ее сдвинули. То есть интеграл по контуру гамма-1 от А, значит, минус, ну, или давайте гамма-2, то есть передвинутого контуру минус гамма-1 от А равняется интеграл двукратной от кривизны по какому-то D, такому, что граница этого D – это гамма-2 минус гамма-1. Вот. И в этом смысле, когда мы перетаскиваем зигзаги, они набирают на себя магнитное поле. И вот этот вот Q, который здесь набрался в Казимире, его можно так сопоставить, ну, можно про это так думать, что у нас А1 перешел в… ну, Q в степени 1-2, А1, и на самом деле после того, как мы еще плоскость сдвинем, у нас окажется, что, например, А1 вообще он вернется на свое место. Вот. Если мы так вот сдвинем, А1 вернется на свое место. Нет, сейчас, если мы сдвинем… Да, А1 вернется на свое место, то есть А1 перейдет в А1. А Бета, если мы сдвинем, оно сдвинется на целый период. То есть он как бы прокрутился вокруг Тора, грубо говоря, вернулся на свое место, но уже через период. И в этом смысле Бета перешло в Кубета, потому что это Вильсеновская линия, она прокрутилась вокруг Тора и набрала на себя поток магнитного поля Куб. Вот. И А1, который А1, Бета, он переходит в А1 умножить на Кубета, который равняется Кузет. И это то, что мы увидели просто честным вычислением в терминах фейсовых переменных в астроналгике. Вот это та мысль, которую я в прошлый раз пытался выговорить, но споткнулся там, и все плохо совсем было. Вот про это вопрос есть? Или хоть какое-то понимание? Ну ладно, в общем, буду считать, что кто-то что-то понял. Давайте еще один пример на этот счет. Собственно, главное место, к которому я перейду к А2-астронным алгебрам, и какие-то новые определения буду давать. Вот есть такая картинка. Эта система соответствует... Ну, как ее непрерывные потоки называются, я сейчас, честно говоря, так сразу не скажу. Значит, вообще ее можно идентифицировать, ее дискретные потоки можно отождествить, с тем, что называли КУКП. Есть такая работа Кожевара Науми Ямада. Вот, в принципе, первыми, видимо, там, вам Полявский и иное поняли, что это те же самые дискретные потоки, а статья у них называлась discrete dynamical system with W от АМ-1,1 на АМ-1,1 symmetry. Вот. Это начало 2000-х статья, где-то в 2007-м, там, Лэмп, Лявский иное, позже, в 2010-м. Поняли, извините, поняли, что у этого потока есть кластерная структура. Значит, как здесь устроена, ну, собственно, картинка перед вами, многоугольник Ньютона. Это, собственно, самая простая серия многоугольника Ньютона – это треугольник. То есть здесь есть зигзаги, которые идут вот так. Их, ну, в данном случае их 6 штук. То есть нужно нарисовать такой, наверное, ниже лучше. Вот. Есть зигзаг, который идет сверху вниз. Вот такой. И таких зигзагов здесь 3. Вот. И на самом деле здесь есть еще диагональные зигзаги, поскольку это гексагональная решетка, у нее в каком-то смысле должна быть Z3 симметрия. поэтому здесь есть еще зигзаги, которые идут вот, собственно, вдоль вот этих линий. Их тоже, на самом деле, 3 штуки, но классы в гомологиях у них минус 2, 1. То есть они идут вот так. Вот. То есть спектральная кривая эта система, это просто треугольник. На самом деле любой треугольник, любой треугольник, спектральную криву можно реализовать при помощи гексагональной решетки, возможно, сдвинутым образом склеенной. То есть чтобы вот эту штучку сдвинуть, надо склеить ее со сдвижкой. Значит, какой здесь дискретный поток? На самом деле все дискретные преобразования здесь однотипным образом реализуются. То есть давайте я напишу тот, который называется Sα2α3. Значит, он выглядит так. Это S... Ну, какие обозначения, конечно. Давайте я напишу это как пристановку. X22. Ну, это как бы последняя операция, то есть читается справа налево все-таки формула. Значит, а перед этим надо промутировать вершину 2.1, 2.2, 2.3, 2.1. Причем вот эти вот, значит, которые я пишу, символы, они соответствуют картинке тому, что желтым выделено. Значит, номера, которые... Пока можно не обращать внимание на другие номера. То есть мы мутируем вначале вот в этой вершине, потом мы мутируем вот в этой вершине, потом мы мутируем вот в этой вершине, потом мы через один прыгаем, возвращаемся сюда, опять в этой мутируем. И, наконец, мы переставляем вершины, и это уже операция, которая, на самом деле, ну, не сохраняет структуру двудольного графа, она формально на колчине делается. После этого мы переставляем вот эту и вот эту вершину. Значит, такая последовательность преобразования, я не буду это сейчас все доказывать, но если вы колчан нарисуете и сделаете эти мутации, то она сохранит вам колчан. Вот. Аналогично, здесь есть преобразования, которые, значит, ну, они все строятся одинаковым образом. Вы берете пару параллельных зигзагов, в данном случае та последовательность мутации, которую я делал, она шла между двумя красными зигзагами, поэтому, собственно, назвал альфа-2, альфа-3, потому что здесь есть красный горизонтальный зигзаг и еще один красный горизонтальный зигзаг. Один из них называется альфа-2, другой называется альфа-3. И то, что я делал, я мутировал между ними, грубо говоря. Можно точно так же мутировать по грани между синими зигзагами, то есть я вводу вот это 5-2, 5-2, 4-2, 3-2, 2-2, 2-2, 1-2, 6-2, потом перепрыгнув через эту я мутирую 2-2, 3-2, 4-2, 5-2 и переставляю две последние вершины, 1-2 и 6-2. Это был бы точно такой же поток с такими же свойствами, которые я сейчас опишу. Ну и давайте я введу обозначение такое, которое вот такого рода формулы очень часто очень часто в этой науке встречаются, что я вот такими квадратными скобками буду обозначать формулу типа 1 плюс x на 1 плюс y. И такие итерированные произведения, они в каждой второй формуле в этой науке. Значит, и давайте я выпишу для красоты, я не знаю, значит, ну как переменные преобразовываются по действиям этого потока. Просто, чтобы вы, так сказать, могли почувствовать, как формула здесь выглядит. И они, ну в основном они все вот такого рода в этой науке. например, там x1-2 так, дальше там x2-1 1 на x2-2 x2-2 разделить на 2 3 и 2 1 ну и давайте о каком и 3 выпишем x33 например из 33 x21 x22 x23 ну и так далее я сейчас не буду писать потому что никому от этого речь не станет но они вот такого все пошиба то есть там x12 переходит в себя естественно преобразовывается только переменная соответствующая граням которая прилегает к тому где мы мутируем вот например x12 переходит в себя умножить на какую-то рациональную функцию от переменных в которых мы мутировали 2 3 2 1 это вот это на вот это ну вот такая функция от них а в знаменателе 2 2 на 2 1 это вот это на вот это и если вы как бы пишет напишите когда-нибудь какой-то дискретный поток там какую пользу из этого всего можно вынести если вы напишите какое-то бирациональное отображение такого вида и увидите что там все факторизуется в такие скобки то можно почти быть уверенным что это какая-то кластерно интегрируемая система дискретная собственно вот эту систему там миша берштейн увидел формулы у кожевара наоми и ямады что есть такие формулы мы с ним поняли что они отождествляются а потом нашли в литературе значит что надо нас это уже сделать конечно так 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 она обычно бывает вот такое преобразование теперь на самом деле есть целая куча таких преобразований то есть есть еще преобразование с альфа-1 с альфа-2 с альфа-2 альфа-3 который я сейчас выписывал альфа-3 альфа-4 и так далее есть аналогично с бетами в данном случае будет 3 есть гаммы утверждается что они образовывают расширенную прошли не давать и не будем пока что просто группу вели типа а м минус 1 1 на то есть афи это все как бы афинная куски а здесь еще есть на самом деле наибольший общий делитель вот которая соответствует перестановкам зигзагов альфа-бета-гам то есть все эти преобразования между собой если у них разные зигзаги разные типы зигзагов альфа с бетами они коммутируют это можно явно проверить а между собой там соседние удовлетворят кокстеровским соотношением в квадрате не равны единице кстати важная ремарка которую я вот тут для него должен был бы сделать что любая мутация любая мутация в квадрате равна единице но это легко проверяется что колчан возвращается старую как бы форму и преобразование переменных тоже инвалютивная ну и вот эти преобразования такие большие которые содержат тоже много мутации оказывается что они тоже в квадратную квадрате они равны единице все вот теперь как это как вся эта огромная группа действует на казимира вот это вот интересное место значит можно явно проверить например опять же возвращаясь к с альфа-2 альфа-3 что вот опять же мы это можно проверить на уровне абстрактной x-кластер на алгебру то есть мы берем колчан мутируем его не накладывая ограничения штук уровня единица можно проверить что в таком случае там z1 переходит в z1 z2 сейчас я определю что такое z1 z2 через секунду значит z2 переходит в за 2 минус 1 а за 3 переходит в z3 z2 где z1 равняется альфа-1 на альфа-2 за 2 за 2 за 2 опять же я спешу ну ладно лучше наверно выписать это в терминах терминах так сказать фейсовых переменных которые не зависят от альфа-3 1 z2 равняется x1 2 x2 2 x3 2 x3 2 z3 равняется x1 3 x2 3 x3 3 и они же равны вот теперь уже можно выписать что и пока мы сидим в автономной ситуации мы можем иметь дело с загами и хорошо определенными сами ребер они выражаются через зигзаги по таким формулам значит но это просто вопрос проверки то есть вы берете вот вот эти вот выражения для иксов подставляете в них отображение и смотрите что происходит с произведениями вот эти сложные рациональные функции у вас сокращаются остаются только префакторы на самом деле эти префакторы дают вот такие преобразования опять же теперь возвращаясь к интерпретации как бы и зигзаговой интерпретации происходящего можно такую эвристическую форму предложить но которая удивительным образом работает можно сказать давайте мы определим что у нас на самом деле z1 это пусть степени 1 n то на альфа-1 делить на альфа-2 где ну это как бы опять же это такая эвристика значит здесь будет q степени 1 n то умножить на альфа-2 альфа-3 то есть буквально как веса ребер этому нельзя как веса каких-то пей на графе наивно этому нельзя придать какую-то интерпретацию вот такая де автономизованная формула для казимиров выражены через зигзаги вот и теперь если мы запишем например первую формулу она примет такой вид теперь а что такое это высота это высота этой картинки а вот этот фактор q в степени 1 n то это следующая штука если мы считаем что через всю нашу картинку идет магнитный поток q то на одну грань приходится q в степени 1 делить на n если мы считаем что через все грани проходит поровну а площадь этого значит площадь заметаемая гранями 1 1 2 1 3 1 это на самом деле ну тут м грани то есть м равно тройки в нашем случае вот то есть q в степени 1 n то это поток который проходит через грани соответствующие вот этому казимиру то есть это на самом деле 1 делить на nm и умножить на м а эвристика на питание этих формул и она почему-то работает я у меня нету какого последовательного объяснения почему соответственно теперь эту формулу можно переписать так что q в степени 1 n то альфа-1 на альфа-2 переходит это я вот просто сейчас переписываю вот это в терминах моих новых формул где астономизованных q в степени 2 делить на n альфа-1 на альфа-2 умножить на альфа-2 на альфа-3 значит аналогично будет q в степени 1 n то на альфа-2 на альфа-3 переходит в q в степени минус 1 n то альфа-3 на альфа-2 аналогично значит q в степени 1 n то альфа-3 на альфа-4 переходит в q в степени 2 делить на n альфа-2 на альфа-3 альфа-3 на альфа-4 значит вот эти штуки были извините вот там вот сейчас вот в этой форме где вы сократили там q в какой степени в последний вы имеете вот там где вы альфа-2 зачеркнули вот в этой формуле вот здесь двойка до двойку вот там двойка я подставил вот сюда все ой нет сейчас здесь извините здесь единица и вместе двойка потому что пришло одно отсюда пришло а другое пришло откуда из двойки вот отсюда вот и теперь значит эти формулы можно переписать след на самом деле такое правило преобразования эквивалентно потому что альфа-1 переходит в альфа-1 начну там альфа-4 например тоже в альфа-4 вообще все дальние альфа никак не меняются так же как и bt и t на самом деле не меняются потому что соответствующие им каземиры вообще никак не меняются а альфа-2 переходит в степени минус 1н альфа-3 а альфа-3 переходит в гу в степени 1н альфа-2 то есть это опять же очень в духе той интерпретации про вильсоновские линии которые мы таскаем по Тору потому что что это преобразование делает но на самом деле представляет зигзаг альфа-3 и альфа-2 но за счет того что мы для того чтобы их перенести мы должны их протащить через эти три грани значит через них на них накручивается магнитный поток равный 1,6 общего магнитного потока который проходит через весь Тор и здесь как бы написано что альфа-2 переходит в гу в степени минус 1н альфа-3 и знак минус потому что мы его тащили вверх альфа-3 мы тащили вниз и там с обратным знаком тут как бы 1,6 без минуса накручивается вот и в этом смысле вся эта группа вейля это вот группа таких перестановок зигзагов которая в автономном случае она на самом деле оказывается просто конечной то есть на самом деле там только подгруппа оказывается что какой-то стабилизатор возникает который на переменах действует тривиально и собственно этот стабилизатор связан с решеткой вложенной сюда то есть туда вложена некоторая решетка которая на самом деле имеет там вид z в степени n-1 на z в степени m-1 умножить на z в степени вот это более-менее решетка решетка образования то есть таких композиции перестановок которая берет какую-то альфу протаскивает ее вокруг цилиндра и возвращает на то же самое место где она есть где она изначально была и на самом деле поскольку у нас разрешены только перестановки тут ранг не n то есть мы не можем прям все перед мы не можем прям какую-то одну взять перетащить мы можем только взять две и одну протащить по тору вверх а другую протащить по тору вниз и поставить на свое место но при этом поскольку они проходят вокруг тора на них должна накручиваться степень q то есть это преобразование которое представитель она альфа-1 переводит в кольфа-1 вот в том смысле в котором я внизу объяснял а например альфа-2 она переводит в q в минус 1 альфа-2 вот и в автономном случае а мы говорим что нет давайте мы все-таки произведение грани наложим равным единицу вот эти вот кушки они исчезают и на каземиров такая композиция преобразования начинает действовать тривиально потому что все альфы начинают себя переходить и оказывается что даже как бы рациональное преобразование оно вообще оказывается тривиальным то есть там накручивается такая длинная колбаса которая вся сокращается в пределе когда q равна единице когда произведение всех альфов равна единице и эта решетка оказывается просто тождественными преобразованиями и от вот этой вот большой афинной группы вейля которая содержит в себе много потоков таких настоящих ну как бы целых бесконечных потоков от нее остаются только не афинная часть этих групп вейля вот ну то есть здесь я использовал такую известную форму что если у вас есть афинная группа вейля такого типа это решетка ранга н минус один на которой действует не афинная группа порядка н минус один по моему так может здесь н сейчас ошибиться могу я вечно тут путаюсь но вот примерно таким фактом я пользовался вот ну и как бы существует гипотеза фока скажем так ее слабая версия я ее сейчас чтобы не привлекать новые сущности формулирую может быть не совсем правильно немножко бочекрестьянский но значит ранг решетки потоков внутри группы кластерных автоморфизмов на самом деле там тоньше там все прокручение есть утверждение дополнительно равен число точек на целых точек на границе многоугольника ньютона минус 3 давайте словами допишем минус 3 вот и например в этом случае у нас на каждую сторону то есть на каждую сторону на самом деле приход ну вот как мы теперь можем использовать это понимание интерпретировать гипотезу фока значит можем интерпретировать это так что у нас для каждой стороны многоугольника ньютона есть много параллельных зигзагов и кластерное преобразование позволяет их переставлять ну и вот например здесь соответственно вот этой стороне соответствует там три перестановки ой сейчас там как бы три зигзага но решетка ранга 2 опять же из-за ограничения что можно только два зигзага пронести поставить на место значит вот этой части соответствует там пять преобразований и этой части соответствует два преобразования вот это в общем то есть гипотеза фока которая в этом случае так очень буквально проверяется в случае тода например у нас что было у нас у многоугольника ньютона значит тодовский многоугольник ньютона это вот такая штучка которая тоже много раз уже рисовал здесь точек на границе 4 из них надо вычесть 3 остается одна точка и собственно это единственной точке соответствует поток который мы здесь вот описали вот этот поток единственный непрерывный поток в дефтономизованной тоде в купон вв соответствующем это там задолго до кластерной интерпретации было известно количество потоков в нлв ну и там в большом количестве примеров это все проверено и можно как-то рафинировать эту гипотезу фока на самом деле есть еще оптоморфизмы которые не укладываются в вот эту как бы в такую структуру произведения групп типа а давайте я последнее что я вот эту часть скажу что есть такая система спиновых цепочек значит с таким многоугольником ньютона значит это икс 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 спиновая цепочка . . . . на двух узлах значит ну и наивный счет такой опять же у него есть параллельные зигзаги то есть там есть вот таких два зигзага которые можно переставлять вот таких два зигзага которые можно переставлять вот этих два зигзага которые можно переставлять и там есть вот такие два зигзага значит наивный счет говорит что ну постойте у нас здесь не больше чем Значит, группа автоморфизмов не больше, чем А1-1 на А2-1 на… ой, извините, четыре копии А1-1, которые соответствуют зигзагам трех цветов. Я заговариваться стал. Четырех цветов. Тиний кусок, красный кусок, зеленый кусок. Я сейчас граф даже рисовать не буду, потому что это время займет. И черный кусок. Но здесь ранг решетки равен четвертой. То есть каждый из этих кусков дает поток ранга 1. Решетку потока в ранга 1. Нам надо это куда-то вложить. Оказывается, что есть некоторые преобразования, которые таким систематическим образом не описываются. Более того, они не очень-то и уважают зигзаги. То есть эти потоки, грубо говоря, переставляют синие зигзаги дополнительные. Они переставляют синие зигзаги с зелеными. Они как бы их переставляют и оборачивают. И в терминах двудольного графа на торе у них уже совсем нет интерпретации. То есть их можно вытащить, просто мутируя колчан. Оказывается, что здесь есть такая башня вложений. На самом деле эта штука вкладывается вот в такую вещь. А эта штука вкладывается вот в такую вещь. То есть полная группа симметрий соответствует афинной группе Вели типа d5.1. С вот такой диаграммой Динкина. И у нас было четыре преобразования, которые, грубо говоря, четыре представителя вот этих частей. Альфа-1, альфа-2, там бета-1, бета-2, гамма-1, гамма-2. И дельфа-1, дельфа-2. Они сидят, насколько я помню, я сейчас могу, кстати, обмануть. Я надеюсь, не обманул. Они, оказывается, сидят здесь. Эти перестановки. Но есть еще перестановки дополнительные. Альфа-1, бета-2 и гамма-1, дельфа-2. Я сейчас так немножко отбалды, но структура примерно такая. Которые сидят вот здесь. И которые не выражаются, как какие-то разумные перестановки зигзагов. То есть они переворачивают зигзаги и что-то странное делают. Если смотреть на Казимиры, что они делают. Но они дополняют до нужной группы симметрий. И это действительно. Вот есть такое ПНВВ. Я не помню, какое оно. А3.1, может быть. Но это я могу сейчас легко обмануть. С вот такой группой симметрий, которая действительно. Там есть. Можно отождествить генераторы, можно отождествить действия на переменных одного и другого. Это называется расширение симметрии. Вот такие штучки, когда возникают спорадические, несистематические преобразования. Можно это назвать расширение симметрии. Это на самом деле термин, который возник в науке, связанной с калибровочными теориями суперсимметричными. Они там обнаруживали, что в некоторых ситуациях у системы есть некоторая фейворная асимметрия. Они пятимерный суперенемиус рассматривали. И там была какая-то фейворная асимметрия, типа СУНФ или скорее даже СОНФ. Оказывалось, что к ней добавлялось О1 инстантонное, и оно приводило к каким-то группам ЕФ плюс один. То есть НФ плюс один. Там такая нетривиальная смесь инстантонного заряда и фейворного заряда расширялась до целой расширенной группы. Мы в честь этого назвали это расширение симметрии, но в принципе контекст тот же самый. Соответственно, резюмируя все, что я тут наговорил, у нас есть в кластерных группах автоморфизмах, есть такие регулярные куски, которые соответствуют установкам зигзагов, которые дают куски типа афинных групп В или типа А в группе кластерных автоморфизмах. А есть дополнительные вещи, которые связаны с расширениями симметрии, которые надо каждый раз разбирать отдельно в каждой системе. И чем меньше многоугольник Ньюнен, тем больше таких спорадических симметрий оказывается. Вот, значит, вопрос это, я буду к А переменам переходить. А то, что вот это все А означает, что есть вообще не другие классические серии? И как это может выглядеть или нет? Ну, мы сейчас вот это обсуждаем с Пашей, с Андреем Владимировичем, с Ваней Маториным. Ну, сейчас, да, сейчас вот пытаемся разобраться. Конкретно Паша сейчас пытается дискретные потоки для кластерных, тот типа БЦД писать. Но это тебе лучше его спросить, я плохо понимаю, какой там сейчас статус конкретно с дискретными потоками. Ну, да, что-то должно быть, но пока непонятно что. Вот, хорошо, давайте тогда у меня как раз время еще осталось. Значит, я закончил с такой дискретной динамикой. Давайте я напишу, значит, про А-кластерные переменные что-то. Значит, оказывается, что все эти, значит, собственно, к чему мы стремимся в А-кластерных переменных. Дискретная динамика билинейна. То есть, грубо говоря, А-кластерная алгебра – это алгебра ТУ-функций, которые довольствуют билинейным уравнениям. Значит, ну и теперь определение надо дать. И, собственно, здесь его трудно как-то мотивировать, его просто написать можно. Значит, у нас по-прежнему есть колчан Эпсилон, и он мутируется как обычно. То есть, там Эпсилон штрих и Ж, как в Х. По Эпсилону пишется. То есть, с точки зрения колчана все так же. А вот переменная, теперь у нас с каждой вершиной ассоциировано две переменные. Значит, это переменная ТАУ-ИТЭ и ИГРИК-ИТЭ. Ну, эти обозначения, они в статьях очень сильно плавают, поэтому надо каждый раз разбираться аккуратно, что какими буквами называется. Потому что во многих статьях, например, то, что я называл ИКСАМИ, называется ИГРИК-ами, а то, что я сейчас называл ИГРИК-ами, называется ИКСАМИ. Поэтому надо очень внимательно. Значит, ну и, соответственно, И принадлежит ИГРИК-ИТЭ, и это вершины колчана. Значит, какое правило мутации? Если мы мутируем в вершине И, ну, давайте, в вершине ЖИ, ТАУ-переменная преобразовывается только та, которая ассоциирована с ЖИТОЙ вершиной. То есть ТАУ-переходят в ТАУ-переходят в ТАУ-переходят в ИГРИК-ЖИТО, умножат на произведение по таким И, что ЭПСИЛОН ИЖИ меньше нуля, ТАУ-переходят в степени ЭПСИЛОН ИЖИТОЯ, плюс произведение по таким И, что ЭПСИЛОН ИЖИ меньше нуля, ТАУ-переходят в степени ЭПСИЛОН ИЖИТОЯ, минус. То есть здесь это написано так, чтобы и здесь, и здесь были положительные степени ТАУ. Поэтому там, где минус, мы ставим там, где ЭПСИЛОН ИЖИ меньше нуля. И это мы делим на... Да, вопрос? Но там в обоих местах сейчас меньше нуля, то есть... Ой, и опять, извините, спасибо. Тут больше ко мне, извини. Это правда. Значит, здесь ТАУ-житое в знаменателе будет. Вот такая, значит, варановская формула. То есть это полином варанов, в том смысле, что здесь знаменатель, какая-то рациональная функция. Теперь я должен... Ну, в смысле, знаменатель – это просто маном. Теперь я должен объяснить, что вот здесь написано, какой-то плюс написан. Значит, это называется тропическое сложение. Значит, Y и ИТА лежат в... Ну, я не знаю, как его назвать. Давайте я его назову ТАУ-красивое. Это называется тропическое полуполе. Красивое название. Значит, по факту это простая вещь очень. Я опять же сейчас буду как бы избегать общности, поэтому я конкретное правило запишу. Значит, как кольцо – это... кольцо таких символов. Ну, или не символов, можно сказать, переменных. Может быть, сколько-то, чудно-произвольное количество. И там есть две операции. Точка и умножение. И устроены эти операции немного странно. Значит, если вы берете... Значит, давайте я отдельно их задам для каждого генератора. Если вы берете УИТА в степени N1 и берете точку... Нет, сейчас, давайте, например, точку на проще. С УИТА в степени N2, ну или вообще, на самом деле, с УИТА в степени N1 плюс N2. То есть эта точка – это фактически обычное умножение как маномов. Но если вы возьмете теперь УИТА плюс УИТА в степени N1 в степени N2, у вас получится УИТА в степени минимум из N1, N2. Вот, это такое тропическое сложение. То есть когда вы берете N1 и N2 и тропически их складываете, у вас получается минимум. Ну а разные буквы между собой перемножаются. Там нет никаких дополнительных соотношений. То есть они перемножаются просто как свободное маномо. Таким образом, значит, и вот эти вот УИТА... Я сейчас разберу пример и сразу... А складываются как? А складываются никак. То есть операции сложения как таковой нету. А как бы... Когда дополнители, вот, например, вот здесь, да, что означает умножение. Это можно... Когда мы вот такое умножение пишем, можно считать, что это просто обычное число. То есть до тех пор, пока не используют атрибические символы, вот такие плюсы, точка, про них можно думать просто как про обычное число. Не, а вот там, где вот этот плюс с единичкой, это значит, что, ну, получается, просто ИГРОК... Ну, просто 0 и 0. Ну да, если ИГРОК равняется У1 в степени А1 и так далее, УК в степени АК, то 1 плюс ИГЖ это У1 в степени минимум 0 А1 и так далее, УК в степени минимум 0 АК. Я ответил, Вадим? Да, я понял, да. Да, еще вопрос? Вот, такой, значит, немножко странный закон. Странный закон. Ремарка. Ну, опять же, я сейчас не буду вдаваться, потому что времени совсем нету, но У1 УК можно интерпретировать... как замороженная кластерная переменная. Ну, причем пол-кластерная переменная. Вот, то есть, это такие переменные, в которых мы запрещаем, мы в них запрещаем мутировать, но они, значит, вот эта формула, если мы добавляем эти У1 УК в набор ТАУ-переменных, а колчан Эпсилон расширяем при помощи вот этих вот чисел А1 АК, которые игреки выражают через У. То есть, у нас, грубо говоря, вот эти вот А становятся дополнительными стрелками, которые смотрят, количеством стрелок, которые смотрят из настоящих вершин, которые соответствуют старым ТАУ-переменным. Вот эти фейковые вершины, которые соответствуют У. Количество стрелок – это вот это просто А, Ашки вот эти. Тогда это такое упражнение для всех, значит, кому интересно. Можно проверить, что вот эта формула, которая здесь написана, она может быть переписана в терминах, ну, вот без У вообще, то есть только ТАУ-переменный, но такой расширенный набор ТАУ-переменных с расширенной Эпсилон-матрицей. Вот, но это сейчас мы не будем останавливаться подробнее, но вот если кто-то хочет разобраться с вот этим, как бы какое-нибудь упражнение сделать, это хорошее упражнение. Вот, и давайте разберем пример Доды, и я потом быстренько, значит, скажу про КУКП, Кашевары, Наоми, Ямады. Значит, в случае, значит, давайте с новой страницы начну. Кто-то. Какой у нас был Колчан? Колчан был следующий. Значит, тут было ребро, тут было ребро, тут было ребро, и тут было ребро. Значит, давайте я скопирую вот эту штучку, чтобы можно было, так сказать, сверяться всем желающим, потому что я не обманываю. Ну и там тропическое полуполе, главная формула, что У в степени А плюс У в степени А равно У в степени минимум АВ. Вот, значит, вершины у нас занумерованы 1, 2, 3, 4. Значит, тропическое полуполе я выбираю зависящим от двух переменных. Ой, я, кстати, там, по-моему, какую-то глупость написал. Да, конечно, никакой металл. Зависящим от двух переменных, и, значит, что совершенно неудивительно, одно я назову КО, другое я назову З. Да, я забыл. Вторая ремарка очень важная. Если определить ИДЖИТО равняется ИДЖИТО умножить на произведение ТАУИТО ИДЖИТО то ИДЖИТО удовлетворяют правила мутации для ИДЖИТО кластеров. То есть это такое отображение из А-кластерной алгебры в Х-кластерную алгебру. Вот. И, ну, значит, это такая... Там, в общем, есть целая большая наука. Это вот надо там Фока и Гончарова читать, кто хочет про это больше узнать, как там все по науке делать. Значит, там утверждается, что на Х-переменных есть скобка Плассона, а для А-кластерных переменных есть симплектическая форма. И, значит, там как-то вот это все так научно можно выговаривать, что это какой-то смысл имеет большой, что у одного есть симплектическая форма, а у другого есть скобка Плассона, и там какие-то двойственности. Какая-то гипотеза Фокка-Гончарова про двойственность есть. Но, опять же, я про это ничего не знаю, поэтому детали не могу рассказать. Значит, поэтому, собственно, Q и Z и, ну, в каком-то смысле морально Y-ки параметризуют Казимира. Почему? Потому что что такое Казимир? Казимир – это такая комбинация иксов. Давайте напишу такой вектор произведения. Значит, ну, что такое Z? Что такое Казимир? Это когда Z с каждым икситом равен нулю. Правильно? Но чему равен, чему равна скобка Плассона с каждым икситом? Это будет просто сумма Саида сажитая на Эпсион ижи умножить на умножение Z на икс. Вот. И таким образом, если это равно нулю, то сумма сажитых на Эпсион ижитых равна нулю. Это, собственно, определение маномиального Казимира. Как их искать практически? Теперь, если мы попробуем отобразить из А кластерной алгебры в Х и посмотреть, чему равен Казимир, у нас окажется следующее. Значит, просто подставим сюда это. Здесь окажется Y житое в степени C житое умножить на произведение Тауитое. Ой, только здесь зря на на C житое. Но если это был Казимир, то вот эта штука равна нулю. Здесь будет произведение J Y J в степени C жи. И чему это насочет? Это насочет тому, что вот эти Y житое, которые тропическим образом мутировались и которые называются коэффициенты. Я, возможно, даже этого ни разу не сказал, когда я прошу прощения. Коэффициенты нужны для того, чтобы параметризовать Казимиры. Тау-переменная Казимиры запараметризовать не могут. И это, собственно, часть этой истории про то, что на A есть симплектическая форма. На самом деле без коэффициентов она, в каком-то смысле, если это симплектическая форма, она должна быть невырожденной. И чтобы отправиться в скобку по сона, которая вырожденная, потому что у нее есть Казимиры, нам надо что-то добавить. И вот это то, что мы добавляем, это Y, а то, что задает невырожденную симплектическую форму, это Tau. Но, опять же, это отдельная история целая. Для нас сейчас это важно, потому что у нас Казимира 2 в дефтономизованной системе, это Q и Z. И поэтому у меня та часть, которую задает Казимира, зависит от двух переменных, от Q и от Z. Сейчас, а у меня вопрос, судя по формуле Казимира, если мы какие-то смотрим определенные колчаны, то тогда, если они афинные, то Казимир будет связан с афинным корнем. С афинным корнем всегда связан Q. И вот те формулы, которые я сейчас пишу, как, например, Y выражаются через Q и Z. Пока что они совершенно угаданы в каком-то смысле, чтобы получились красивые формулы. Оказывается, что почти что не напиши получится неплохо, но конкретно то, что я сейчас пишу, пока что не должно быть понятно, почему именно такая маномиальная формула для Y как элементов тропического полуполя. Просто вот такие формулы. Утверждается, что если мы теперь выберем таким образом коэффициенты, давайте опять же я не буду сейчас долго это расписывать. В принципе, можно следить просто по формуле, которая справа написана. Тау переменная следующим образом преобразуется. Тау 1 перейдет в Тау 2, потому что на нее только перестановка повлияет. Тау 2 перейдет Q в степени 1,2, Z в степени 1,2, Тау 4 в квадрате плюс Тау 2 в квадрате делить на Тау 1. Тау 3 перейдет в Тау 4, а Тау 4 перейдет Q в степени 1,2, Z в степени 1,2, Тау 2 в квадрате плюс Тау 4 в квадрате делить на Тау 3. А у перейдут следующим образом. у1, у2, у3, у4 перейдут в... То есть на самом деле здесь просто подставлены вот эти буквы, я пишу, как они поменяются. Значит, у1 перейдет в Q в степени минус 1,2 Z минус 1,2, что равно ZQ в степени минус 1,2. Значит, Y в 2 перейдет в Z степени минус 1,2. Сейчас, я не знаю, есть смысл писать. Давайте напишем Q на Z степени 1,2. А, кстати, Y3, Y4, а, уже формула записана. Y3 равна... Y3 перейдет в... Сейчас... Да, ладно, давайте я сразу как бы ответ не буду томить никого. Q степени 1,2 на QZ степени 1,2. А Y4 перейдет в QZ степени минус 1,4. То есть, опять же, я вычисляю преобразование для этих Y в терминах просто тропического сложения, в терминах вот этой операции. Ой, извините, я непозволительную я написал форму преобразования для Тау, а формула преобразования для Y я не написал. Y3 переходит... Да, я оптилю тропическое полуполе, но забыл написать форму преобразования для Y. Значит, Y3 переходит в... У нас, опять же, мы мутацию делали в какой вершине. мы делали в этой вершине. Соответственно, Y3 переходит в 1 на Y3, а Y3 переходит в Y3 на 1 плюс Y3 в степени сигнум и и и в степени и 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 переменная мутируется по тропическому аналогу формулу для X-кластерных переменных. То есть, у нас плюс вот здесь заменяется на тропический плюс, а здесь инверсия так и остается инверсией. Вот, теперь, если преобразование Y вычислить, используя вот такую формулу, то есть, например, вот там единичка, например, вот единичка у нас Y1, единственное преобразование, которое на нее повлияет, это мутация мю1. Здесь опять все забыл, внутри мю1. Вот, мутация мю1 переворачивает переменную Y1, поэтому она переходит в из Q в степени 1,2 Z в степени 1,2 переход в 1 делить на Q в степени 1,2 Z в степени 1,2 но это можно, значит, да, вот таким образом. Сейчас, секунду. Я, я здесь все перепутал, значит, наоборот, эти переменные, значит, Y1 это Y2 в него переходит приостановку. Y2 переходит в 1 на Y1, поэтому Y2 становится 1 Q в степени 1,2 Z в степени 1,2 значит, что равняется 1 делить на QZ в степени 1,2 а Y1 переходит на самом деле в Q в степени 3,2 на Z степени 1,2 если посчитать. И вот эта тропическая динамика Y переменных на самом деле сводится к тому, что надо взять форму для старых Y и в них Z перевести в QZ. То есть такая, ну, собственно, Казимиры как эволюционировали в X случае, так и эволюционируют. Вот такое наблюдение есть. Тау переменная преобразовывается нетривиально. И если чуть-чуть на них посмотреть, значит, просто воспользоваться тем, что Тау-1 переходит в Тау-2, то можно написать следующую форму для Тау-перемен, что Тау-2 с нижней чертой на Тау-2 с верхней чертой, где нижняя и верхняя черта это, соответственно, эволюция назад на один шаг и вперед на один шаг. Обменяется Q в степени 1,2 Z в степени 1,2 Тау-4 в квадрате плюс Тау-2 в квадрате. То есть я просто на самом деле воспользовался тем, что Тау-2 с верхней чертой это здесь Тау-1, а здесь у Z в степени 1,2 на Z4 плюс Тау-4 в квадрате плюс Тау-2 в квадрате, а еще я воспользовался тем, что Тау-1 с верхней чертой это Тау-2. Ну или что то же самое, Тау-1 с нижней чертой равняется, просто Тау-1 равняется Тау-2 с нижней чертой. Вместе эти уравнения дают вот это. А Тау-4 еще надо, чтобы замкнуть систему, оно вот таком уровне не удовлетворяет. Кусть кузет в степени 1,2 на Тау-2 в квадрате плюс Тау-4 в квадрате. Вот. И это билинейная форма для Купен-ВВ А7-1 Мораль этого такая, что если взять ту же самую каучан и ту же самую последовательность мутаций, что и для X-переменных, но теперь взять соответствующую А-кластуру на алгебру и правильным образом подобрать зависимость коэффициентов от каких-то генераторов тропического полуполя, то динамика генераторов тропического полуполя сведется к динамике Казимиров X-кластерной алгебры, а динамика Тау-переменных будет задавать билинейное уравнение, соответствующее операциональным отображениям, которые были в случае X-кластерной алгебры. Билинейный аналог таких преобразований. Получается правильное уравнение, те, которые были известны задолго всяких кластернах а здесь это как бы бесплатно получается в каком-то смысле. Вопросы про Тоду есть? Ну ладно, у меня осталось пять минут посвящено того, что в 40 начал. Давайте я очень правда, вообще опустив всяческие пояснения, напишу про потоки, что случается с перестановкой зигзагов. То есть в Тоди это такой поток не очень наглядный, вот у нас здесь наша гексикональная решетка. Значит, давайте спрятаем, надо их скопировать. а потом как бы для желающих я могу сказать, какие вопросы есть в этой науке неизведанные, непонятные. Значит, как здесь надо задавать как у меня альфа назывались там. альфа 2 это то, что под второй строкой. Значит, здесь значит у нас был поток, который там его можно писать на самом деле разными способами, от этого суть его не поменяется. И здесь давайте я использую нумерацию вот эту в терминах одной буквы. Перестановка 8 и 14 в конце а перед этим среднем будет у меня 2, перед этим будет у меня 8, у меня 14 мы 2. у нас будет у нас альфа 2, альфа 3. Значит, теперь как в случае как надо выбирать коэффициенты, какое тропическое полуполе и как выглядят билинейные уравнения собственно и как их вообще получить. Значит, коэффициенты надо выбрать следующим образом. Ну, давайте я, чтобы лишнюю общность не плодить, потому что сейчас индексов много получится, я распишу для конкретного какого-то у, то есть тропическое полуполе у нас будет генерироваться куб, а также переменными, я их буду называть именами зигзагов, тем самым абьюзе обозначения альфаитами, бетаитами и гомоитами, ну, где опять и от единицы до n, g от единицы до m и k единицы до нода m, m. Значит, коэффициент у нас выглядит следующим образом, например, возьмем y22, то есть давайте запятую писать, когда я имею ввиду тракуй и столбец, в смысле в желтом смысле 2-2. Нам надо взять генератор тропического полуполя, который соответствует зигзагу, который идет снизу от этой грани и поделить на тот, который сверху огибает. То есть рецепт такой, мы идем вокруг грани и смотрим, какие зигзаги прошли на этой грани и пишем их в том порядке, значит, если зигзаг шел вдоль ориентации грани против часовой стрелки, то мы пишем в числитель, если он шел против этой ориентации, то мы его пишем в знаменатель. Соответственно, пишем так, дальше альфы будут так входить. Теперь у нас были синим, да, синим. Значит, у нас были вертикальные зигзаги, которые шли вот так, их как бы 2 огибают эту грань. И опять же, этот рецепт, он в каком-то смысле от фонаря, но он работает, и вот если там в ТОДе посмотреть, то, что я писал, я таким же образом на самом деле писал эти коэффициенты. Значит, этот бета, это у нас будет, какая бета? Это бета 2, это бета 3. соответственно, ну, зигзаг так называется. Соответственно, я здесь тоже пишу, значит, бета 2 огибает против часовой стрелки, поэтому я в числитель пишу, а бета 3 против часовой стрелки. Ну, на самом деле, есть еще гаммы, которые идут по диагонали. Ну, я их нумерацию не фиксировал, поэтому я могу более-менее от балды написать. Давайте я напишу, что там, если, оказывается, ввести удобную нумерацию, там будет гамма 2 делить на гамма 1. Ну, не так важно. В случае, если у нас правильно я нарисовал? Ну, да. В случае, если вот это назвать гамма 2 от гамма 1, то будет вот так. И на первую степеньку. И все коэффициенты мы вот таким вот образом выражаем через генераторы тропического пола поля. Ку в первой степени на альфа, бета и гамма в тех степенях, в которых они огибают нашу грань. То есть, если бы у меня были, например, двудольный граф был бы с четырехугольными гранями, например, как в случае x, z цепочки, то там как бы мономы четвертой степени, лорановские мономы четвертой степени, потому что вокруг каждой грани выходят четыре зигзага. Вот. Ну и также можно для остальных игреков определить. Значит, теперь я напишу формулу. И теперь что мы делаем? Мы берем и просто мутируем. Берем компьютер или что-нибудь еще, или на бумажке, применяем четыре мутации и перестановку. Смотрим, что происходит с tau-переменными. В данном случае с tau-переменными произойдет следующая вещь. Я напишу формулу, как она выглядит, если посчитать. Выглядит она следующим образом. Здесь будет чуть-чуть. Мы помним, что меняются только те tau-переменные, в которых мы мутируем, потому что tau-переменные при мутации соседней tau-переменной не цепляют. Коэффициенты меняются, tau-переменные не меняются. Значит, s tau-2 равно я пишу как оно есть. Бета-2, бета-3, гамма-3, tau-1, tau-9. Сейчас я использую обозначения, не зарисованные желтым, чтобы короче они были, не выписывать все эти индексы. tau-8 плюс q-квадрат на альфа-2, бета-1, бета-2, гамма-3 умножить на tau-3, tau-13, делить на tau-14 плюс q на альфа-2, альфа-3, бета-1, бета-3, гамма-1, tau-7, tau-15, делить а, и сейчас я тут еще гал-2 в числителе. на tau-8, tau-14. Вот. Остальные формулы можно получить циклическим сдвигом из этой формулы. Просто посмотрев, как на графе там все расположено, формулы совершенно симметричны, надо просто индексы сдвинуть, номер столбца на единицу и получится. То есть tau-8 тоже там чему-то равно, и это 14 тоже чему-то равно. Значит, а динамика коэффициентов, собственно, в согласии с тем, чего мы ожидали, она полностью сводится к тому, что альфа-2 переходит альфа-2 на q в минус первой, альфа-3 переходит в альфа-3 на q. ой, тут пардон, тут альфа-3 и тут альфа-2. Вот, то есть мы ожидали, динамика каземиров, она совпадает с динамикой каземиров на степени, с точностью каких-то степеней, которые я здесь опустил все. То есть на самом деле альфа надо в степень 1 на m возвести, q в степень 1 на mn, но принципиально динамика каземиров совпадает с динамикой каземиров в случае х-кластерных переменных, как и в случае то-то у нас динамика каземиров совпадала с той динамикой, которая была в х-кластерных переменных. Значит, теперь на tau переменная совершенно не похоже на билинейное уравнение, то есть какая-то жуть, здесь слева линейное, справа какие-то рациональные функции, в общем, непонятно, что с этим делать. Оказывается, что если внимательно вглядеться в эти уравнения, то логично поделить уравнение для tau2 поделить на tau2, тогда слева окажется такая структура, s от tau2 делить на tau2, а справа окажутся четыре слагаемых, где произведение двух делится на произведение двух, потому что здесь к tau8 tau2 добавится, здесь к tau14 добавится tau2, здесь добавится tau2 в знаменателе, оно на самом деле сократит tau2 в числителе, поэтому останется tau7 на tau15 делить на tau8 tau14. Значит, а и какая-то матрица с коэффициентами, то есть на самом деле эту систему можно переписать как s от tau2 делить на tau2, s от tau8 делить на tau8, значит, s от tau14 делить на tau14 равно какая-то матрица 3 на 3 умножить на вектор столбик, tau1, tau9, tau2, tau8, вот я таких формул, может, если кто-то из людей знает, ну, я таких формул не встречал просто до этого нигде, ну, и, собственно, сейчас расскажу, какое чудо происходит, что, 13, это, наверное, 7, а, правильно, 15, все правильно, на tau8, tau14, вот, и оказывается, что матрица М, она замечательными свойствами обладает, то есть в случае, если вы возьмете большую систему, поток будет таким же, например, вы здесь можете вертикальный поток взять, который синие зигзаги переставляет, и у вас здесь будет не 3 слагаемых, а все 6, то есть столько слагаемых, сколько грани здесь, у вас будет 6 слагаемых, у вас будет плотная матрица, то есть у этой матрицы будет все нетривиальные матричные элементы, во-первых, это полная жуть, но оказывается, что она обладает замечательной структурой, такой, что если ее обернуть, то у нее почти все матричные элементы нулевые, и в каждой строке есть ровно два ненулевых матричных элемента, то есть она имеет вот такую структуру, 0, 0, звездочка, звездочка, и так далее, 0, ну и в последней строке, конечно, вот так, поскольку все циклично, то есть обратно к M на самом деле очень простая матрица, хотя сама по себе M очень сложная, значит, и последняя формула, которую я сегодня напишу, она следующая, значит, билинейное уравнение, Микола, разве не 3 на 3 матрица? Ну здесь 3 на 3, я имею в виду, в общем, нет, это я нарисовал как бы общую структуру, M3 на 3 в нашем случае, да, вернее, в нашем случае она 3 на 3, в любом, ну вот можно любой такой поток брать, и всегда будет справедливо вот такое утверждение, вот, и, и, значит, если ее обернуть, то структура будет следующая формула, что, значит, сейчас, чтобы не этот, не писать лишнее, давайте я напишу так, P делить на гамма, ну, собственно, давайте, какую-то логику охранять, гамма 1, гамма 2, бета 1, тут будет Тау 1, Тау 9, делить на Тау 2, Тау 8, равно минус Альфа 3, то есть, она, на самом деле, еще и очень простая, обратная к ней, она еще и очень простая, оказывается, в смысле даже матричных элементов, плюс Q Альфа 2 умножить на S от Тау 8, делить на Тау 8, второе уравнение будет поделить на гамма 1, гамма 2, бета 3, а здесь будет Тау 3, Тау 13, делить на Тау 2, Тау 14, равно минус Альфа 3, ну, я, как бы, поменял местами правую и левую часть уравнения, то есть, я слева сейчас пишу вот эти вот произведения 2, делить на произведение 2, Тау 14, делить на Тау 14, плюс Q Альфа 2, S от Тау 2, делить на Тау 2, значит, здесь будет P делить на гамма 2, гамма 3, бета 2, Тау 7, Тау 15, делить на Тау 8, Тау 14. Значит, я сейчас это так и выписываю, потому что здесь чудесным образом, на мой взгляд, как бы, знаменатели оказываются одинаковыми. То есть, у левой и у правой части знаменатели оказываются одними и теми же Тау функциями, и опять же, это оказывается справедливым даже в случае любого n, то есть, всегда тут будут справа два слагамма, которые такие же знаменатели, как и у того, что стоит слева. А у этой обратной матрицы получаются одни и те же матричные элементы во всех строчках? Да, даже так. То есть, там везде стоит минус альфа 3 и ку альфа 2 в данном случае. нет, там на самом деле они не одни и те же у обратной, там отфакторизовывается вот такой вот кусок, но он как бы входит, его можно как диагональную матрицу домножить с другой стороны. А, ну, ты его в левую часть притащишь. Ну, да, но они как бы одни и те же с этой диагональной матрицей. Да, я понял. Вот. И, собственно, теперь самое-самое последнее. Значит, А и П имеет тоже очень примечательную структуру. значит, чтобы я опять нигде не наврал. Оно равно бета 1, бета 2, бета 3, гамма 1, гамма 2, гамма 3 умножить на альфа 3 в квадрате минус ку куб на альфа 2 в квадрате. Причем, напомню, что альфа 2, альфа 3 это как, ой, в кубе. Это ровно те зигзаги, в которых мы мутировали, ну, которые мы представляли нашу последовательность мутации. И теперь уже, честно-честно, самая последняя формула. Если домножить на знаменателе, ну, собственно, она, в смысле, уже ее все видят, то появится биллинейное уравнение, которое я хочу закончить, что гамма 3 бета 2, бета 3 умножить на ку куб сейчас, наверное, я наврал, здесь никаких этих метров. Альфа 2, минус альфа 3 умножить на тау, и теперь я уже напишу в таких индексах тау 3, 3, чтобы была еще и структура видна. Ну, я сейчас вот на графе покажу, какая. ку альфа 2 тау 2, 3, с тау 2, 1, минус альфа 3 тау 2, 1, с тау 2, 3, значит, гамма 2 бета 1, бета 2, ку куб альфа 2, минус альфа 3, на тау 3, 2, тау 1, 3, равно ку степену, ку альфа 2, на тау 3, 1, с тау 2, 3, минус альфа 3, тау 2, 2, с тау 3, 1, наконец, последнее уравнение, гамма 1, бета 3, бета 1, ку куб альфа 2, минус альфа 3, тау 1, 2, тау 3, 1, равно ку альфа 2, тау 2, 1, с тау 2, 2, минус альфа 3, тау 2, 2, на с, тау 2, 1, вот, и если посмотреть, как переменные стоят, давайте теперь, чтобы оказалось, что я не зря их выписывал, значит, выписано следующее, давайте на первое уравнение глянем, слева написано, тау 1, 1, тау 3, 3, до преобразования, соответственно, это вот эта грань, давайте какой-то цвет даже возьму, значит, слева у нас написана вот эта грань, умножить на вот эту грань, теперь справа у нас написано, тау 2, 3 на тау 2, 1, то есть вот это на вот это, и здесь написано, опять они же написаны, но на самом деле я не очень удачно выбрал, потому что она перескакивает, давайте полагаемое там, где тау 3, 2, и тау 1, 2, и тау 1, 3, вот это время, вот значит, 3, 2, вот 1, 3, а вот 3, 1, и 2, 3, я считаю здесь, на портачу, там, наверное, там тау 2, 3, и 1, 2, 3, 2, сейчас, нет, я не на портачу, наверное, 2, действительно, вот тут, 2, извините, вот так, 2 и 3, 1, сейчас, что-то я, я в этом, в этом, как бы, был пьяный фокус, не удался, давайте последнее, оно, точно нормальное, соответственно, 1, 2 и 3, 1, а справа написаны 2, 2 и 2, 1, вот, я проверял сегодня, я, видимо, переписал неправильно с компьютера, вот, то есть у нас вот эти переменные немутированные выражаются через вот эти переменные мутированные на немутированную и структура этого уравнения на самом деле очень похожа на следующее, что z минус z минус первой умножить на r, ну, это я уже, я не знаю, можно ли прям такой смысл этому придать, но очень похоже, на вот такое пересечение линий. равно вот такое пересечение линий минус вот такое пересечение линий. Вот, то есть, в каком-то смысле здесь есть какая-то r-матрица, которая действует на таком на билинейных комбинациях и их переставляет. Вот, наверное, да, на этом все. Спасибо, извините, что я еще и затянул сегодня. Вот, значит, если сейчас кого-то желание еще есть, я могу рассказать, какие еще есть вопросы. Ну, да, во-первых, спасибо, во-вторых, скажите, конечно. Хорошо, тогда. Я извиняюсь, но я должен вас, по крайней мере, через 3 минуты покинуть. Хорошо, да, извините, что совсем... делаю это по-английски. Ну, хорошо. Значит, вопросы, я их просто выпишу, какие-то короткие комментарии дам. Значит, ну, первое, это какое-то... Ну, я перечислял много разных теорем интегрируемости, я почти никаких из них не доказывал. Значит, и я это не делал, потому что я это не делал, потому что у них обычно сложная комбинаторная доказательство, которое ничего не проясняет, на мой взгляд. Вот, и мне кажется, что там есть какое-то недопонимание и общий какой-то взгляд правильный, который всю эту науку упростит и изложение упростит, я думаю. Значит, ну, и какие есть, значит, про число гамильтонианов и Казимиров. начиная там с оператора Костыляйна. Значит, дальше есть про зигзаги и многоугольник, про инвалидивность гамильтонианов. Там вообще какое-то жуткое доказательство Бочарова-Кенина. В общем, какое-то комбинаторное. В общем, там есть одно место плохое в нем. Значит, про форму, про многоугольники Ньютона. и зигзаги, что зигзаги задают границы многоугольника Ньютона. То есть, это все правильные теоремы, но доказательства у них плохие. Значит, ну, и утверждение, которое я там упоминал, что двойственная кривая, кривая комбинаторна, которая получается перекручиванием ленточек. Она топологически эквивалентна спектральной кривой. Это вообще какое-то чудо, которое, я не знаю, почему происходит, но простых примеров можно проверить. и по счету совпадает по роду и по всему такому. Это я не знаю, как объяснить. И у этого факта даже доказательства, по-моему, никакого нет. Значит, ну, и здесь есть, на мой взгляд, подход, как бы, есть ФОКа, статья 2011 года, по-моему, у него не так много статей, там, она называется «Inverse Spectral Transform». Ну и там дальше, там, Фор Гончаров Кеннин это «Iverable System». Он там какую-то такую правильную очень комбинаторику вводит для своих целей. То есть он, на самом деле, то, что он делает, он параметризует через тета-функции явно Гончаров Кеннин овские данные там для граней и ребер и так далее. Очень хорошая работа, но там Казимир, по-моему, положены у него все единицы равны, то есть она не общая. Но у него очень правильная комбинаторика. Вот, возможно, если правильно взглядеться в эту комбинаторику, то можно придумать для всех этих фактов какие-то простые доказательства. Значит, следующее – это как бы графы на кривых высших родов. там есть такая наука и ожидается, я не знаю, опять же, насколько это оправдается, но ожидается, что тригонометрический ружинарс должен как-то записываться в терминах классных доверируемых систем на кривых высших родов. Вот Паша с Колей Кучумовым пробовали это сделать, но они, насколько я знаю, не смогли, и, по-моему, пока никому это не удалось. Но есть, ну, поле этого, на спиновый в общем случае. Есть надежда, что это должно работать, и Паша мне вроде говорил, что есть какие-то работы решительные, а там даже для Н равняется двум должен быть старший род, то есть нет такого, что там... По-моему, да, это вот лучше, опять же, с Пашей лучше поговорить. Урешительная работа про то, что плоские связности там на поверхностях высших родов они задают ружинарс, их там со скобкой Гольмана взятые, или Атьеботта. С другой стороны, есть Нука Фока Гончарова, которая, значит, они параметризуют пространство модулей плоских связностей в терминах двудольных графов, ну там какие-то такого рода картинки, что надо там подать реангуляцию, разбить ее как-нибудь на меньшую реангуляцию, а дальше нарисовать двудольный граф таким образом. Значит, и все это на поверхности делается. Вот, и утверждается, что там линейная алгебра таких вот кусочков со скобкой полосона заданной таким способом, как мы все время задавали, она задает фазовое пространство, фазовое, как это, симплетическое или там полосоновое многообразие, которое, наверное, правильно сказать, что это открытая карта в пространстве эндоморфизма из P1 поверхности в PGL, в данном случае три ножки, поэтому PGL-3 с точностью до сопряжения, но там много тонкостей, какие-то декорирования надо добавлять, очень грубо, я очень грубо это написал, примерно, вот, и решетихин, собственно, вот на этом полосонного многообразия строит динамику уже на сколько я знаю, опять же, я не эксперт, это лучше у Паши спросить, если интересно, Гавриленко. Значит, еще одна несделанная задача, и, на мой взгляд, мне она сейчас одна из самых интересных, если абстрактно говорить, это получение системы Кончарова-Кенина, гамильтон, имеется в виду с оператором Костыляйна, гамильтоновой редукции из чего-нибудь, то есть должна быть какая-то задача линейной алгебры или какой-то объект линейной алгебры, в котором есть там какие-то листы или какие-то присоединенные орбиты, из которого можно редукцией получить систему Кончарова-Кенина, а вот это комбинаторное данное многоугольник Ньютона как-то должен параметризовать что-нибудь в этом объекте. Это такая очень абстрактная задача, но, на мой взгляд, очень интересная. В общем, может, кому-то интересная ньютоновая редукция, вот такое можно делать. Вот, значит, есть гипотеза Фока, условно говоря, я не знаю, полушуточно, описание кластерных групп автоморфизмов. Вот, то есть, вот эти вот, можно ли научиться каким-то образом систематически отслеживать расширение симметрии и какое-то утверждение про точное, как бы, чему равна кластерная группа автоморфизмов, потому что большая проблема сделать точное утверждение, можно описать какой-то кусок и доказать, что это все автоморфизмы, но нельзя доказать обычно, что это все. Вот, и здесь, здесь же композиция, может быть, это совсем что-то простое, но я не смог придумать. Композиция билинейных уравнений, ну, как композиция билинейных преобразований, так как билинейно. Вот, ну, тут я напишу R-матрица. Значит, что я под этим всем подразумеваю? Я подразумеваю, что последняя формула, которую я писал, вот эти, они как бы билинейные, но они задают одно преобразование, то есть это билинейная формула, задающая динамику тау-переменных при мутации, переставляющей пару параллельных зигзагов. Теперь, если мы возьмем еще, ну, как бы, один из зигзагов, который мы переставили, и еще следующий, и применим опять билинейное преобразование, то у нас уже новые переменные будут выражаться через те, которые вот тут с S взятые, а те, которые с S при помощи этих билинейных уравнений выражаются через старое. И совершенно не очевидно, глядя на эти уравнения, что если мы возьмем композицию таких билинейных уравнений, у нас опять получится билинейное уравнение. Вот. И здесь, мне кажется, вот можно, если понять, как бы, какие здесь R-матрицы стоят, то есть это какие-то R-матрицы, которые действуют из, я не знаю, пространства, ну, не знаю, функций, собственно, пространства, ну, говоря, функций, которые коэффициентами в тропическом полуполе, в, значит, я символически так напишу, в тропическое полуполе, в тропическое полуполе, в том смысле, что Тау, как рассматриваемые, как динамические объекты, на которые мы решаем уравнение, можно представлять себе как элементы тропического полуполя, какие-то ряды там, например, в них. В общем случае, конечно, это что-то типа некрасовских функций, это какие-то сложные объекты, но уравнения, которые здесь написаны, они достаточно простые. Если каким-то образом правильно запихать правую часть в R-матрицы какие-то, то есть здесь какой-то R+, здесь какой-то R-, здесь какой-то R0, причем R+, он как бы по одному пространству он сдвигает Тау функции, то есть это разностный оператор по одному аргументу, а по второму аргументу он не сдвигает, это просто матрица по индексам Тау функций. Здесь надо еще на самом деле потензорить это на матрицы, действующие на индексах, на которых идут Тау функции. Если эти R-матрицы как-то описать и понять, что они действительно образовывают алгебру, удовлетворяют РТТ-соотношения, удовлетворяют Янгубакстеру, а они должны удовлетворять, потому что мы знаем, что перестановки зигзагов как мутацию удовлетворяют Янгубакстеру, то возможно можно будет понять и как билинейное уравнение для композиции этих перестановок зигзагов устроено. Вот такая есть вещь, которую я пробовал какое-то время сделать, но у меня не получилось. Пятое это Некрасовские функции как решение деавтономизованных уравнений. Известно, например, для ТОДы, что, ну и не только для ТОДы, есть набор примеров, в которых известно, что, например, это уравнение Панлове, а про уравнение Панлове известно, что они решаются, Купа Неве решаются Некрасовскими функциями для пятимерных теорий. И есть такая опосредованная связь, получается, что мы можем перейти от, не знаю, грубо говоря, многоугольника Ньютона к Каучину. От Каучина мы можем перейти к каким-то билинейным уравнениям. Вот. А эти билинейные уравнения, мы знаем, что они решаются Некрасовскими функциями. Из каких-то абсолютно независимых источников знаем, но отдельно какая-то деятельность. Но с другой стороны известно, что по многоугольнику Ньютона можно сразу в каком-то смысле написать Некрасовскую функцию, потому что многоугольник Ньютона соответствует некоторой геометрии и какой-то топологической теории струн, что бы это ни значило, эта топологическая теория струн, ее статсума совпадает с Некрасовскими функциями. И вот есть такой длинный путь и должен быть какой-то очень короткий путь, который, скорее всего, начинается с того, что такое ответы на вопрос, что такое диавстономизация. Это первый вопрос, на который надо ответить, чтобы, я думаю, разобраться, как показать, что tau-кластерная переменная это какая-то Некрасовская функция или статсума топологических струн. То есть есть ли какой-то вывод, стартуя с кластерных алгебр или с двудольных графов, получить Некрасовскую функцию. Мое предположение сейчас такое, что диавстономизация соответствует тому, что я в конце прошлого обсуждения Вадим меня спрашиваю, пытался сказать, что диавстономизация это значит надо граф поднять стора на его универсальную накрывающую, то есть на плоскость и сделать веса ребер зависимым от координат линейно зависимым. Как обычно, когда мы хотим включить магнитное поле, нам надо сделать вектор потенциал линейно зависящим от координаты. И тогда уже такой картинки с графом простой нет, мы можем добиться того, что произведение всех граневых перемен больше не равно единице, а равно какому-то магнитному потоку. гипотезу у меня такая, что тау-функция это детерминант оператора Костеляйна, но уже не на торе, а на накрывающий тора. Это такой бесконечно мерный оператор, очень большой, у него большое вырождение, на самом деле, у него огромное ядро, но если правильно зафиксировать в каком пространстве мы берем детерминант от этого оператора, то это оказывается равно числу, и это число должна быть декрасовская функция, есть некоторые основания так считать. Но опять же это все очень мутно и очень интересно в этом разобраться, но это то, чем я сейчас в основном занимаюсь. И шестое это диастономизация плюс квантование, то есть поскольку скобки полосона, с которыми мы имели дело, они все имели вот такой вид, то такие соотношения очень легко деформироваться и оказывается, что вся эта кластерная наука, она действительно легко переносится на какую-то написать на квантовый случай, то есть ее можно деформировать и гамильтонианы по-прежнему будут коммутировать. То есть доказательство Гончарова-Кенина, например, коммунитивности гамильтонианов, оно точно так же проходит для вот таких деформированных соотношений. Теперь, если мы деавстономизуем, у нас появляются параметры Q, если мы квантуем, у нас появляется параметр T. Соответственно, у нас теперь есть две деформации. Если здесь у нас были некрасовские функции, так называемая самодуальная, то есть когда T1 равно T2 минус первая, ну или Q равно T, грубо говоря, давайте я уже зарезервировал, поэтому будет 1 это 2 минус первой. С точки зрения конформной теории, это соответствует тому, что T1. Деавстономизация плюс квантование, это вот Паша Гавриленко, Андрей Владимирович и Миша Берштейн, они такую придумали историю, что если мы хотим выйти за пределы T1, то нам надо рассматривать деавстономизованную квантовую кластерно-интегрируемую систему. Вот, и вопрос, который здесь стоит, это какая алгебра, значит, какой алгебре симметрии, ну, алгебра это описывает, скажем так. Вот, значит, здесь я ожидаю ответ, я не знаю там, насколько это обосновано, что это как бы тероидальная алгебра, и вообще то есть тероидальная в смысле дважды двойные петли. Давайте я напишу осторожно GL1, но возможно надо не GL1 а GL1 это я не знаю. И она дважды двойная в виде формации. Но это есть много признаков, которые на это указывают, в котором можно идти через кластерно-интегрируемые системы к этой алгебре. Он следующий. Я много времени потратил на такое утверждение, что если у вас есть цилиндр и у вас есть какие-то ножки здесь торчат и здесь торчат, то у вас есть трансформатрица путей на этом цилиндре. она удовлетворяет матричные скобки. Здесь нет ни одного параметра деформации пока что. Теперь если мы ее квантуем, то цилиндр останется цилиндром, у нас M уже будет иметь в качестве коэффициентов полинома Лорана и можно проверить, есть доказанные теоремы на этот счет, что оно начнет удовлетворять Янгу Бакстеру. Это естественное ожидание, потому что если там классическая Р-матрица, то тут должна быть Р-матрица Дейнфельда Джимба, заведующая от параметра t. Или давайте напишем внизу спектральный параметр. Вот. И они соответственно между собой начинают удовлетворять р-р-р-соотношения. Теперь с другой стороны мы можем деавтономизовать систему и это приводит к тому, что мы переходим с тора или цилиндра мы переходим на плоскость. И у нас в каком-то смысле на этой плоскости действуют операторы трансляции магнитных X и Y, которые раньше между собой коммутировали и поэтому могли пересесть на тор. но когда мы делаем Q-деформацию на самом деле это логичнее как-нибудь что-то вынести у нас они становятся лукоммутирующими и это можно просто показать аккуратно. то есть симметрия оператора Костыляйна вместо коммутирующих операторов трансляции она начинает описываться собственно оператор Костыляйна становится матрицей с коэффициентами в если мы еще не сделали монтование где автономизовали матрица Костыляйна становится матрицей с коэффициентами в вот этих вот ТХ и ТУ то есть со значениями в кукоммутирующих операторов вот ну и на самом деле то что ну уравнение там терминант К в каком-то смысле это квантовая то что называется квантовая спектральная кривая вот вот теперь если мы применяем одно и второе деавтономизацию и квантование то получается нечто и при помощи чего его можно описывать например можно теперь писать трансферматрицу путей но поскольку мы деавтономизовались это уже будет ну у нас будет некий оператор лакса который теперь действует уже не в конечномерном цен пространстве который значит эта матрица в c n на c бесконечность где бесконечно соответствует тому что у нас бесконечно много фундаментальных областей есть а n соответствует тому что внутри фундаментальной области у нас есть n грубо говоря ножи которые торчат здесь номер фундаментального области нулевая первая первая и так далее кукла на плоскости уже сидим вот с коэффициентами в с одной стороны в этих лямбдах и мю на самом деле только лямбдах и мю и еще которая кукла мутирует между собой еще какие-то т коммутирующие фейсовые переменные мютирует цель многочлены и этот оператор лакса должен удовлетворять какому-то уравнению типа r l равняется l l r где r-матрица у нее есть два параметра ну значит два параметра это q и t более того у меня есть такое ощущение что на самом деле эта р-матрица это какое-то ну чтобы она действительно коммутировала с этими операторами лакса правильным образом она должна ну тут типа смирновских формул для инстантонной r-матрицы то есть тут какое-то бесконечное произведение должно быть давайте я назову вот так две эти две тельточки откуда значит она каким-то бесконечным произведением значит деформированных как какая-то такого рода формула где эта матрица зависит только от только от параметра q деформации а здесь произведение по тем целым k то есть поскольку мы теперь сидим на плоскости у нас р-матрица тоже становится существенно сложнее которая коммутирует с таким большим оператором с большим оператором лакса вот и вот если показать что вот рассматривая пути которые между собой уже не коммутативные уже на тег коммутируют с одной стороны с другой стороны дополнительно взвешенные вот этими весами q что как бы их матрицы монограмми удовлетворяют какому-то такому соотношению отсюда получится что это л это как бы будет оператор вакселя тероидальной ау потому что ну вот у Смирнова такая р-матрица она связана с тероидальной ау вот ну наверное ну и тут морально всякие формулы где раньше были там 1 плюс х какие-нибудь они все должны превратиться там какие-то по гаммеры вот ну и всякие соответствующие там надо формулы написать но я пока что до этого как бы может быть может быть тут какая-то эллиптически интегрируемая система появится но это так заранее конечно сказать невозможно но очень интересно было бы разобраться и как бы я тоже стараюсь в этом направлении двигаться но вначале надо хотя бы с диавстономизацией разобраться вот все извините что сколько можно все спасибо хорошо спасибо спасибо большое а ты понимаешь что вообще за объекты которые я так понимаю тебе в конце нужны объекты с двумя индексами которые нумеруют пути у тебя матрица она у нее справа то есть это вот такой блок это трансфер матрица путей через вот такой блок и у него с этой стороны бесконечно много индексов и с этой стороны бесконечно много индексов вот и ну скорее всего это какая-то модификация трансферма какая-то деформация матрицы Дринфельда Джимбо в которой вместо спектрального параметра стоит такой деформированный спектральный параметр но может быть она вообще как-то просто не записывается а может быть надо просто взять статью Смирнова про инстантонную р-матрицу и вместо рационального случая тригонометрически написать и сразу станет понятно под что подгонять нужно не ну просто я вот видел какие-то объекты комбинаторные которые там нумеруют пути в общем с двумя индексами это может быть тебе интересно а что эти индексы значат ну в общем один индекс это обычный Q-индекс когда там всякие повороты ну знаешь когда считать короче формула для этих ну если один Q ставить то это будет формула для количества диаграмм Юнга в этом да взвешенные с их количеством клеток Q-степень ну вот а есть еще можно на это навесить еще индекс Т который там как-то хитро строится но там у него тоже есть такие Q-степень площадь да на T-степень число поворотов да 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 вот это вот ну я видел такие формулы но наверное что-то такое в итоге получится надо разбираться я у меня до этого руки еще просто не дошли если по-честному не ну тут да тут много за что хватит ладно интересно ну да 10 вечера да хорошо спасибо еще раз спасибо что терпели все замечательно было очень подробно с примерами все сказали спасибо хорошо ладно всем тогда давайте спасибо